Моя малышка Друзья, всем привет! Мы сейчас с вами находимся во Дворце Мира и Согласия. В Астане, говорят, это здание называют пирамидой. Здесь сегодня проходит 21-й конкурс красоты Мисс Казахстан. И каждый год он проходит в прямом эфире. Я его веду на протяжении 6 лет, с 2012 года. Меняются только мои соведущие, но они тоже далеко не уходят. Они либо поют на сцене, либо делают предложения. Сунди от Байгожина отличился в 2016 году. Сделал предложение в прямом эфире. Тут же к нему присоединился парень. Это есть, кстати, на YouTube. Отличается этот конкурс тем, что, во-первых, это самый долгоиграющий конкурс истории. Потому что 21 год, это получается нашей независимости 27 лет в этом году, а конкурсу 21 год. И каждый раз, когда я веду этот конкурс на репетициях, я наблюдаю за нашими девочками, казашками. И не только казашками, разных национальностей. Наша страна богата, да. И каждый раз я удивляюсь красоте наших казахстанских девушек. И, наконец, президент национального конкурса «Мисс Казахстан» Алена Ривина-Крабасова. Добрый вечер. В 2014 году дирекция национального конкурса приняла решение сделать шоу талантов как экспериментальное шоу. Станет ли оно традиционным? Добрый вечер. Да, мы очень рады, что пришла идея включить в сам конкурс шоу талантов. Это стало площадкой для талантовых девушек. И теперь они могут сразу на «Мисс Казахстан» показать все самое лучшее, что им талант дарованная от Бога. Это или пение, или танцы, музыкальные. Поэтому мы очень рады, что у нас есть возможность поддерживать таланты нашей страны. И дальше поддерживать их медийно, чтобы они стали известны всем казахстанцам. Спасибо большое. Хорошего вечера. Платье от Наиля Байкучукова – это полностью ручная работа. Вот если вы знаете, есть ткани готовые, да? Они уже вышиты, прошиты на фабриках. А вот это все ручная работа. Некоторые девушки до сих пор не накрашены, не уложены. И для них на самом деле это большой стресс. Потому что многие видят картинку в прямом эфире. И им кажется, что девушки просто их накрасили, просто сделали прическу. Вот они прошлись по сцене. Для того, чтобы выучить хореографию, дефиле, подготовиться к конкурсу, девушек мучают целый месяц. И месяц они ходят в детские дома, они участвуют в различных спортивных мероприятиях, они готовят еду, они убираются, помогают, что-то делают. И здесь очень важно посмотреть, кто из девочек как себя ведет, да? Потому что это такой хороший тест. И даже на репетиции можно обратить внимание. Но выдерживают, как правило, те, кто имеет отношение к спорту. Или, например, занимается гимнастикой, да? Или занимается танцами. Вот у них выдержка хорошая. И по ним сразу. То есть они всегда выигрышнее смотрятся. Поэтому я желаю всем удачи. Но я примерно догадываюсь, кто сегодня победит. Сегодня я веду 21-ю церемонию, торжественную церемонию конкурса «Мисс Казахстан» с программным директором радиостанции «Европа плюс Казахстан» Арнуром Истыбаевым. Арнур, добрый вечер. Добрый, добрый вечер. Арнур, скажите, пожалуйста, вот вы все время говорите про мои какие-то фильтры. А я их вообще не использую. Знаете, вообще мне скрывать нечего. У меня какое лицо, такое лицо. Вот снимите крупничком. И все интервью дала сама Динара, да? Как обычно. У Динары есть любимый эффект, фильтр в Инстаграме. Вот когда она снимает сториз, перед собачкой есть фильтр, который выравнивает цвет ее лица, кожи. Обязательно обратите на это внимание. Когда Динару выкладываешь в сториз в своем Инстаграме, она перепроверяет это 10 раз. Она нас 10 раз перепроверяет. А зато… Нет уж, извините. И просит обязательно использовать именно этот фильтр. Ну, конечно, я же не буду с собачками. Мне, знаете, Ганисий Ингельзинович Касымов, генерал, между прочим, в свое время сказал, он сказал, Динара, в жизни не вздумай вот эти вот собачки использовать. Люди будут думать, ассоциировать тебя с собаками. Я всегда удивляюсь, как в свои 56 лет Динаре удается сохраниться вот именно… Моей маме 56, ровно 56. Как мне может быть 56? Я не договорил. В свои 56 лет Динаре удается выглядеть именно так, конечно. Поделись, пожалуйста, секретом Динара. Тебе скоро, кстати, 56 будет. Да, просто нужно рождаться как бы в 93-м году и все, понимаете? Не как вы, 82-м. Кстати, Динара принимала участие на конкурсе «Мисс Казахстан» в далеком 2008-м году, ты сказала. «Миссис Казахстан». Ну, в 2008-м году это было. И выиграла его. Выиграла, кстати, его. Да, я вообще, когда участвую в конкурсах, я всегда выигрываю. Ну, просто я знаю правила игры. Арнур, скажи, пожалуйста, вот у нас конкурс буквально начинается через полчаса. Ты как-то не волнуешься? Вот меня часто задают вопрос, почему вы не волнуетесь? Нет, в любом случае волнение, оно же есть. Просто мы стараемся его, наверное, как-то не показывать, не проявлять. Ты выучила все тексты? А ты почему всегда вот не даешь договорить? Это моя фишка. Я вчера Арнуру говорю, Арнур, тебе сколько лет, да? Ну, уступи молодежи. Ты видишь, я уже в руках держу шарф, чтобы вот закрыть тебя просто. Мне не надо закрывать, потому что я женщина молодая, красивая, в самом высоку. Вот вопрос у меня к тебе. Почему вы не уступаете место молодежи? Подрастает молодежь, тоже хотят вести. Мисс Казахстан. Я бы с удовольствием это, конечно, сделаю. Я бы сам бы научил бы, да. Но, к сожалению, пока еще такой парень красивый, статный, интеллигентный и в очках еще не родился. В те девушки, достойные титула Мисс Казахстан, всем желаю удачи. Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер всем присутствующим отворцам мира и согласия. Я, в свою очередь, хочу представить вам своего импозантного и харизматичного коллегу, телерадиоведущего, программного директора Европы плюс Казахстан, Арнура Истыбаева. Организаторы конкурса в рамках программы «Рухани Жандру» в этом году разработали специальный проект, взяв за основу эпоху саков древнего Казахстана. Мы хотим рассказать, как на земле Лигой Степи существовало норматическое, с принципами гуманизма, экологического равновесия с природой глобальной цивилизации. Сегодня мы хотим показать глубину духовного наследия наших предков. Мы хотим вызвать интерес у молодежи в богатой культуре, традициях и истории нашего народа. Сегодня вся страна узнает имя той, кто будет представлять Казахстан на конкурсе мира. Жилье конкурса проделало огромную работу, благодаря которой сегодня на этой сцене друзья собрались лучшие из лучших. К нам присоединился мой любимый друг Мурат Матурганов, который недавно лежал в больнице. Прости, что я не пришла к тебе. Но я, кстати, сделал пост, когда я уже выписался. Ну, молодец, да. Ну, зачем? Я уже стал здоров, выздоровел. Но ты напугал всех специально. Нет, не напугал. Я люблю внимание, честно вам скажу. И когда я уже выписался, выздоровел, и вот эти вот пожелания добрые, они как-то вот мне прям грели душу. Я прям читал с таким удовольствием. Брать, ты сейчас переехала в Астану, и у тебя крутой новый бизнес. Но сказать, что он прям крутой новый бизнес нет, но... Ну, извините, у меня цирковая школа, где можно научиться всему. Ну, да, но пока это не называют бизнесом, потому что не приносит ему пока деньги. Но удовольствие внутреннее он, опять же, приносит. Слушай, это как настоящий казах хочет, чтобы сразу приносил деньги. Ну, так вы говорите крутой бизнес, и я говорю, как есть, он не крутой бизнес. Он крутой бизнес. А, ну, хорошо. Оригинальный. Оригинальный, да. Оригинальный, и потом смотри. Например, Дожан-то был, да? Вот у него обучение стоит в месяц 30 тысяч тенге. Там всего два, по-моему, три раза в неделю. Ну, у нас так же. Точно так же. Нет, у нас 20 тысяч, но два раза в неделю. 20 тысяч два раза в неделю. А если три раза в неделю, то 30 тысяч. Ну, нет, у нас такого нет. У нас два раза мы проводим. Ну, ты всё, ушёл от государственного цирка и решил заниматься частным цирком. Ну, я не ушёл, меня выгнали. Это было в 13-м году, и с тех пор просто обратно не пускают. Поэтому говорить, ушёл я не ушёл от государства, я вернусь с него. Но просто пока вот сам как-то, сам пытаюсь. Слушай, ну, то, что делали цирк Дуселей, и ты единственный, кто работал в цирк Дуселей официально целых три месяца. И все билеты, кстати, можно было пробить только через Мурат. Да, только через меня. Ну, то, что делали цирк Дуселей, мне кажется, вот дай тебе деньги, дай тебе инвестиции, ты тоже самое сделаешь. Ну, я думаю, что, ну, не прям так. Ну, конечно, приближённая, потому что опыт получил колоссальный, конечно. Да, так что я вот всегда ищу деньги. Динар всегда делается на интервью, и вот людям говоришь, чтобы поддержить. Дайте деньги. Наконец-то, ну, кто-нибудь тяжёлый. Ну, вот ко мне часто пишут, Динар, у вас есть какой-нибудь бизнес, в который можно, может, вложить деньги? И вот я предлагаю всем, кто пишет мне в Инстаграм, пожалуйста, я вам дам профиль, даже телефон дам Мурата Мутруганова. Потому что то, что делали цирк Дуселей, они зарабатывали на протяжении трёх месяцев каждый день. Два раза в день. Да, два раза в день, правда. И был такой ажиотаж? Вообще невозможно. Перекупщики продавали эти билеты там по 50 тысяч, которые стоили там 6 всего. Вот, это делались спекулянты. Нет, но тем не менее, это говорит о том, что спрос был. Спрос был бешеный, и вообще невозможно было купить эти билеты. Это правда. Но сам Дуселей, он же тоже с чего-то начинал? Он начинал с того, что в 1994 году вступали на улицы, и потом им мэрия города говорят, вот тот ангар заброшенный, вот мы вам его даём за 1 доллар в год. Вот платите нам 1 доллар, и делайте, что хотите там. И вот в этом ангаре зарождался, собственно, этот цирк Дуселей. Мурат, мне кажется, тебе нужно то же самое сделать. У меня нету, вот честно, нету площадки. Команда есть, идеи есть, нету сейчас, на сегодняшний день даже нисколько денег. Пошли в Акимат? Пойдёмте. Всё, мы идём. Мы идём. Пошли. Пошли. Дальше. Мисс Семей. Динара Праймуратова. Можно также порадоваться за конкурсантку из Уральска Леану Руденко. Бурные аплодисменты. Мисс Шымкент Айранов Незвек. Наше поздравление также финалистки инстаграм-кастинга из города Шымкент. Салима Бисин-Галиева. Салима! 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 15-й счастливицей, которая проходит следующий тур, становится лидер народного голосования. Это голосование проходило за 2 недели до сегодняшнего финала. И на официальном сайте конкурса и победительницей онлайн голосования становится... участница из Караганды. Мисс Караганда Екатерина Творецкая. Гурлан Алимхаджаев, естественно, не мог пропустить такое событие в Астане. Почему тебе интересен этот конкурс? Ну, я пришел посмотреть на вас в первую очередь, потому что Мисс Казахстан — это всегда праздник и всегда очень фееричная и нарядная Динара Саджан. Ну, не только на меня. Там знаешь сколько? Там 30 красоток. Ну, 30 красоток, ну, вы же знаете, кто для меня самое главное красоток. Ну, ладно, ладно, хватит мне льстить. Ты такая, ну, ладно, продолжай. Шучу. Нет, на самом деле у нас... Нет, запоминаются как раз-таки только ведущие. Год от год эти победительницы меняются, а говорят только о вас потом. Ну, мне кажется, что у нас в Астане, у нас же в Астане очень много проходит разных событий, и я Нурлана всегда приглашаю. Говорю, ну, пойдем туда, сюда. И чаще всего Нурлана говорит, ой, я устал, я хочу. Вообще он домосед. Но в этот раз удивительно, я получила сама сообщение, Нурлан написал мне. Напросился. Напросился. Он говорит, Динара, я хочу попасть на этот конкурс, где мне взять билет? Вот мне удивительно. Почему? Потому что это все-таки, мне кажется, какое-то шоу. И вот у конкурсов красоты, мне кажется, всегда будут высокие рейтинги. Ну, может быть, да, не знаю. Я на самом деле пришел посмотреть на красивую картинку. И на красивых девушек. На красивых девушек, на красивых ведущих, на красивые платья. Скажи мне, а как ты думаешь, какие девушки сейчас вообще в тренде, да? В тренде вообще сейчас индивидуальность. Ну, такие, которые, наверное, будут отличаться от всех остальных 29-ти. Победит, наверное, такая девушка. А ты как думаешь, какая победит, Арнурчик? Я, на мой взгляд, сегодня шансов больше, наверное, у мисс Алматы. Мисс Казахстан 2018 выбрали в Астане. Ею стала 16-летняя Альфия Ерсейна Затарау. Мисс Казахстан. Самая высокая. Альфию Ерсейн, мисс Атаран. Самая высокая. Самая высокая. На-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на. Муратик пришел, мой любимый. Да. Как дела? Хорошо. Конкурс красоты – это всегда интересно, это всегда шоу, это всегда праздник. Мне кажется, вообще, когда большое скопление красивых женщин, это всегда высокие рейтинги, это вызывает у всех абсолютный интерес, как и у женщин, так и у мужчин, я думаю, даже у детей. Поэтому я очень рада, что сегодня все прошло успешно, все прошло хорошо, и очень надеюсь, что максимум до 40 лет я буду каждый год вести этот конкурс, потому что лично мне это доставляет большое удовольствие. И не забывайте подписываться на мой канал, следите за нашим каналом, потому что мы постараемся рассказывать вам о самых интересных событиях, которые проходят в Астане и вообще в моей жизни. Всем пока!